Здарова, это Брилл, и так как у меня почти 2000 часов КСГО, и также я научился многому от разных тренеров, я решил разместить свои услуги тренера на Авито и посмотреть, что из этого выйдет. И также перед началом ролика хочу подметить, что меньше 5% людей смотрит меня с подпиской. Так что не ленись и проверь, подписан ли ты, и если нет, то обязательно подпишись. Помоги мне добить уже 20 тысяч подписчиков, мне будет очень приятно. Ну а мы начинаем. Сделал я вот такое-то объявление на Авито, где я написал, что я про за 1 рубль. Описание написал, что бесплатно, и то, что у меня 7 часов в игре, и то, что я научу разным фишкам. Прикрепил вот такой-то скриншот, где у меня 6 5 часов. И самое интересное, всего меньше, чем за час посмотрело больше 100 человек, что для Авито довольно много. Вот мне написал какой-то Миша, мы с ним договорились, сейчас пойдем в Дискорд. Алло, меня слышно? Да, да, тебя очень тихо слышно, конечно. Сейчас я тебе погромче сделаю. Все, скажи что-нибудь. Что-что-что, тебя очень тихо слышно. Мне 10 лет. Ну расскажи о себе, сколько ты играешь в CSGO. Ну играю где-то полгода. Я хочу накачать себе Prime, сейчас мастер-сержант 16, денег нету, а Prime хочется. Ну тебе это, получается, что тебе вот интересно узнать, например? Как хорошо стрелять, там, раскидки, позиции желательно на Мираже. На Мираже, понял. Сейчас, секундочку. Скачай одну карту, хорошую. Для АИМа? Да. Вот у тебя компьютер мощный? Нет. Сколько тебе сейчас FPS напустим? Сейчас у меня 30, но я только компьютер запустил. А, у тебя какие настройки графики стоят? Минимальные. Минимальные. А разрешение экрана? Да, 16 на 1. Ну ты можешь поставить, чтобы у тебя было еще побольше кадров, ты можешь поставить 4 на 3, у тебя будет побольше кадров. Поставь где-то знаешь сколько себе, где-то 800-600 пикселей. Конечно, картинка будет похуже, но будет гораздо приятнее играть, я тебе говорю. Я знаю, профессиональные игроки, это когда пытаются, ну, с копом там, допустим, делают такое разрешение. Насчет АИМ бот, тут чтобы тебе просто не ходить, по боту искать по карте, вот, чтобы развернулся, дал голову, развернулся, дал голову. Вот, ты просто берешь, чтобы вот тут ничего не настраивать. Вот тут врубаешь вот эту вторую, тут 100 килл с 90 градусов. Вот, так же ты можешь настроить, чтобы боты двигались, чтобы уже разминать свой АИМ, когда именно двигаются люди. Что более приближено к реальной игре, то есть, конечно, ты врубаешь раз, два, и все, видишь, они туда-сюда начинают двигаться, и ты начинаешь по ним пострелять. Тут, короче, на этой карте ты можешь разминаться. Ты говорил, что он у тебя есть, но я тебе показал примерные настройки. Понял. Пойдем теперь уже играть именно на Мираж, я тебе покажу, что-то как там. Ты инфу на Мираже знаешь? Да. Это хорошо. Кстати, пока с этим тренером тренируюсь, мне уже пишет другой челик по поводу тренировки. Капец, можно так нормально зарабатывать, если цену хорошую поставить, и если так же будут писать. Знаешь, что такое noclip? У тебя умеешь консолью пользоваться? Он у меня забинжен. Ну, я тебе покажу, вот, допустим, ты можешь с другом практиковать, лети на B. Такой вот небольшой баг есть, пока его не подписали. Ты можешь взять, вот так вот встаешь. Я знаю, это у меня был другой тренер, он меня учил, когда кто-то бросает флешку, выходите и... Не-не-не-не-не, ты, я тебе сейчас покажу. Так, аккуратненько, оп-оп-оп. И чуть-чуть, вот, встал, чуть-чуть вперед пройди, допустим. Я встаю на тебя, и я могу чекать, кто там будет выходить, и они меня ожидать не будут. Понял? На тебя, друг, забирается, ты можешь так вот чекать, там, с АВП, или не важно, так же. Вот, слезь. Вот, допустим, ты хочешь, вот ты тут стоишь, но при этом ты хочешь на них выйти, но... Когда ты будешь тут, тебе могут, там, авайпер выцеливать, и тебя спокойно забрать. Ты можешь, знаешь, что сделать? Да, понял. Взять и вот так вот в окно запрыгнуть. Облететь его, это будет довольно неожиданно. Только это надо уметь, то есть берешь, подпрыгиваешь, и вот так в бок зажимаешь клавишу А. В моих противниках всегда ошибка, когда не закатывай. Всегда такая ошибка. Так, дальше, дальше, что по фишкам. Так же, так же, еще одна фишка с АВП. На Б. Встань вот сюда вот. Да, нет, вот залезай на меня, короче. Ты можешь залезть на меня, и ты можешь смотреть в окно, и там выцелить врага. Вот, так же можно вот тут это сделать. Тут тоже так по ногам, можно залезть на этот ящик и чекать через щель, тоже с АВП. Ну, или с калаша, или с чего тебе угодно, но лучше самый вариант АВП. То есть у вас в КСБ было 7 часов, и вы столько знаете. Ну, я просто же написал, что я очень много фишек смотрел. Смоки, на самом деле, не так хорошо я знаю. Ну, это, смоки я и сам знаю. У меня на раскидке так более, более-менее все равно. Ну, это хорошо. Ну, на самом деле, раскид довольно важная вещь, потому что смоки могут очень хорошо помочь против АВП. Ну, ну, смоки там с темки знаю на шорт. Вроде по Б я все рассказал, по Миду, что по Миду? А, по Миду очень есть классная вещь, даже две. Допустим, вот, откуда вот человек стоит в окне. Откуда может выйти враг, по факту, из-за коробок. Либо слева, либо справа, все. Большему некогда выходить. Но, но, есть два маленьких бага. Популярный и менее популярный. Первый. Можно вот так вот залезть на колесо и забрать человека. Ну, это я знаю. Вот, а второе можно взять еще более неожиданный. Подходишь, короче, к вот этой коробке. Оп, и моментально зависаешь тут. Попробуй. Вот, короче, подходишь к этой этикетке. Control, зажми control. Нет, не-не-не, перебор, перебор. Сядь, стой, спустись. Control, зажми, отпрыгни. И вот ты сразу встаешь, у тебя нет никакого разброса. Так, а... Вот, а я не могу вспомнить, как это снайперская позиция называется. А, тикет, тикет. Потому что вот это, память, у тебя билеты тут продадут, тикет. Написано даже. Вот, а, я, 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 я очень очень хороший смок тут. Вот. Так. Надо, надо, чтоб он упал между этой коробкой. Между кассой я и этой коробкой. И человека вообще не видно. Но если он стоит, там только голову. Прикольно. Буду знать. Так, а, во, джангл. One way smoke, one way smoke. Знаешь, что такое one way смоки? Нет. One way smoke, это, короче, когда ты кидаешь, вот, допустим, новую гранату. Она кладется, и, допустим, ты вот тут стоишь. Ты видишь мотивника, а он тебя нет через смок. Вот, то, что ты показывал, это вот тоже можно назвать one way смоком. Сейчас я про... Вот, я вспомню, работает. Сейчас проверяю. Да, работает. Вот видишь тут микрощель? Я тебя не вижу, вот, толком вообще. Нет, можно ещё более сильно зайти в дым. Как он кидается? Показываю. Стаёшь так вплотную, и вот это, короче, очень сложно объяснить. Вот пересечение вот этой, как сказать, доски, двери и вот этой балки с этого ракурса. Стаёшь? И вот сюда вот нацелишься. Вот сюда вот. Вот. Во, идеально. Всё. У тебя вот получилась такая щель. Только чуть подальше, дайди ко мне, на меня. Вот чуть назад. Вот здесь, где я. Вот где-то вот так, вот так встаёшь, чтобы у тебя дуло не торчало из смока, и идеально будет. Понял? Да, да. Можно в него более сильно зайти. Да, и вообще супер будет. Вот такой one way smoke. Тогда тебя может посчитать читером. Ну да. Ну, я думаю, тебе хватит этой тренировки, нет? Просто мне тоже идти надо. Ладно, спасибо за то, что потренировали меня. До свидания. До свидания. Приятный игрек говорится. И вам стать глобалом. И вам. Давай, пока. До свидания. Прикольный челик. Реально, мне шат 10 лет. Ну, на самом деле, даже знать некоторые фишки. Прикольно. Мне понравилось. Но если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк и подписаться. А с тобой был Брил. Пока.